Утренний гость Веган, он не потребляет пищу Все животные продукты То есть, включая молоко, яйца Рыбу То есть, абсолютно ничего Животного происхождения А вегетарианец? А вегетарианец, он, то есть Отказывается только от мяса От мяса, от курицы, от Свинины, гаядины Рыбы тонческие А вот теперь мы представляем тебя не просто Как известного видеографа нашего города Но и как вегана Человек, который абсолютно Не ест мясо Ну что ж, в таком случае мы поговорим об этом сегодня Ну, заострим наше внимание Потому что тем действительно очень интересно, разнообразно Но перед этим познакомимся с тобой поближе Хорошо? Небольшой блиц Отвечать четко, быстро Может даже оригинально Чай или кофе? Чай, но пью кофе Отлично Ну я знаю, что порядок чай И кофе, это вряд ли Ну вот, здесь это так Ну, так есть Если отдых, то какой? Активный Такую книгу читаешь? Монах, который продал свой Феррари Тоже об этом спросим Любимое блюдо? Овощная паста И что такое фалафель? Это Специальный вопрос Это нотовые котлетки и жареные фритюли Вот, об этом мне мой супруг сказал Обязательно Да, я до сих пор не понял, что это такое И хочу попробовать А я даже пробовал это, между прочим Хочу сказать Но иногда бывает очень острый Когда там много специй и воркуш Ну, у нас в России очень мало Где готовить вкусный фалафель Вот самый вкусный фалафель, который я ел в Стамбуре Ну, у нас в России не растет нут, надо сказать Ну да, но кухня вегетарианская у нас, конечно, только развивается Поэтому сейчас еще и все впереди, я думаю Ой, это мой следующий вопрос Это впереди как у тебя В планах развития вегетарианской кухни у нас Чубаксара? Я думаю об этом, да То есть, в принципе, по развитию такого бизнеса тоже Как только откроешься, мы с Аней Голицыной обязательно придем Есть фалафель Попробовать Сколько лет? Ты уже веган, если можно так говорить Два года И как вообще пришло? Это потому что все-таки это образ жизни, это стиль какой-то Либо это три слова, я не ем мясо Что для тебя это? Мода может быть какая-то Да, изначально я перестал потреблять красное мясо По причине того, что я просто начитал с много информации о вреде Именно вот красного мяса, говядины, свинины Я перестал есть курицу, свинину То есть, я продолжал есть рыбу Вот, и впоследствии, когда уже начал углубляться в тему вегетарианства, веганства То дальше от рыбы я уже отказался, от молочки по этическим соображениям То есть, из-за любви к животам, грубо говоря Ну смотри, изначально это все-таки, наверное, какой-то там всплеск вот этой вот волны Да, как раз-таки года два-три назад это было очень модно Мы не будем сейчас говорить о том, что нужно, что полезно, что не полезно Каждый, наверное, выбирает свое Что конкретно дало тебе вот это вот двугодичное Ну, наверное, сейчас, может быть, прям строгое веганство годичное, может быть Я не знаю, условно Какие изменения ты чувствуешь в себе? Ну, во-первых, чувствуешь себя легко В принципе, утром чувствуешь себя легко После приема пищи ты чувствуешь себя легко Нет никакой тяжести То есть, я вспоминаю время, когда я ел там котлетки на обед И ты хочешь спать после еды Вот это вот чувство знакомым всем, я думаю Сосисочки И ты поел, и все И ты хочешь прилечь и поспать часочек Потом встанешь, и нормально А сейчас, в принципе, такого чувства нет То есть, это чувство абсолютно легкости Плюс я сбросил, вот именно когда отказался от молочной продукции Я сбросил 10 килограмм жира Это правда? То есть, форма приходит Да, то есть, когда я отказался именно от мяса Я набрал вес, потому что начал, наверное, больше налегать на сыры На вот, ну, такое вот, все жирное А когда я отказался от сыров Я вот уже сбросил этот вес И, в общем, пришел в ту форму, которая должен был быть Которая была там к первому курсу Вот такой же стройный и красивый стал Смотри, Миш, вот хочется спросить, задать следующий вопрос Веган в современном обществе У нас, в частности, в Чебоксарах Это человек, который употребляет те же самые продукты из магазина Но не содержащие животного происхождения продукты Либо веган вынужден готовить какие-то себе продукты самостоятельные И искать это что-то То есть, ну, ты ешь буквально, вот, если слово, там, приходишь Покупаешь булку хлеба, там, батон Конечно, конечно Те же макароны и так далее, там, и подобное Конечно, рацион изменился Потому что ты не можешь просто вот у тебя на обед была тарелка макарон и котлеты Да, ты не можешь просто убрать котлету и есть макароны всю жизнь, да То есть, то же самое там с пюре Естественно, ты должен потреблять, откуда-то брать витамины Это больше овощей То есть, я открыл для себя мир овощей Вот, за эти два года То есть, в принципе, я начал есть вещи, которые я раньше не ел Даже не знал, что такие существуют Ну, что-то типа фалафель Да, фалафель, конечно, вредное блюдо Но овощи, конечно, ну, в принципе, я закупаюсь в тех же магазинах практически всегда, как и все Просто выбираю себе полезные какие-то продукты Больше овощей, потребляю больше злаков У меня вопрос, хлеб ты ешь? Хлеб, бездрожжевой хлеб покупаю Сейчас он, в принципе, распространенная вещь Давай зададим вопрос, который мы готовили и смеялись долго над ним Давай Про овощи зашел сейчас вот у нас разговор И мы с Аней так посидели, подумали Интересно, каким овощем я себя ассоциирую? Вот этот вопрос тебе Была ли у тебя когда-нибудь такая мысль Думал ли ты о том, на какой овощ ты или у фрукт похож? Максим, это помидорка Ты знаешь, вот она сразу сказала, я, говорит, черника про себя Ты, говорит, знаешь, я тоже, я задумался даже У меня вообще не возникла ассоциация Такая же была у меня вот эта вот реакция Ну, огурец, наверное, какой-нибудь Огурец это просто то, что приходит на ум сразу Тогда услышишь, свеженький, хрустященький, вкусненький Ладно, это просто вирическое отступление Да, а у меня вопрос, Миш, вот как к семейной относятся? Потому что на воскресенье это вот пироги у мамы, ну, традиционные То есть родные не говорили, как же так? Ты не съешь моего пирога Ну, у нас я еще женат И жена у меня, конечно, первое время тоже Она после меня уже принимала все мои эти диеты И первое время, конечно, ей тоже было тяжело Она приходилась готовить иногда разные вещи Ночью вставала, втайне от тебя ела сосиски Нет, нет Едала в котлеты Этого не хочется, когда, в принципе, ты уже знаешь, как все это работает Этого уже не хочется А семейные, ну, мама отнеслась с пониманием Хотя она у меня медик, тоже есть противоречия по медицине, конечно Но она с пониманием поняла и сказала, что если ты чувствуешь себя хорошо Это самый важный принцип Тут у нее никаких нет претензий Что касается праздников, каких-то застолий, да Когда идешь на свадьбу, допустим, да Ты как гость Ты как-то заранее предупреждаешь пару То, что вот мне вот, пожалуйста, определенное меню Когда я иду как гость, то это чаще всего мои друзья Мои друзья, они, в принципе, знают, что я ем, что я не ем В принципе, заказывают Просто вот у нас недавно была свадьба И был стол, там чисто вегетарианский, вегетарианский стол был То есть мы сидели все вместе и кушали овощи на гриле Хорошо, а когда к вам приходят гости домой? Какой у вас стол? Да, мы стараемся удивить людей, потому что у людей такое понимание вегетарианства, что мы кушаем одну травку Там петрушку, укроп И они думают, что мы едим невкусно Поэтому мы, конечно, пытаемся удивить, как-то порадовать своих гостей Чтобы они поняли, что, в принципе, вегетарианская и веганская кухня, она очень вкусная, сытная Ну вот, например, самые такие популярные блюда Которые, вот казалось бы, вроде все просто, да, ингредиенты Ну, на самом деле, это шедевр кулинарный В чем вы удивляли? Ну, мы готовили веганскую пиццу Готовили фалафель тоже самое Салаты В принципе, ну, баклажанчики, овощи Ну, то есть, по сути, это овощи в разных интерпретациях Фалафель любим фалафель тоже приготовить дома Как и раньше лепили пельмени, сейчас лепим фалафель Слушай, ну, можно лепить пельмени, на самом деле, какие-нибудь спроколи Да, кстати, пельмени мы тоже, очень вкусные пельмени с чечевицей, очень вкусные Прям их мы тоже выдаем С чечевицей, не знаю, а вот со шпинатом пробовал очень люблю С шпинатом, наверное, с рикоттой ты пробовал Не знаю точно, не могу сказать С сыром рикоттой тоже очень вкусно, но сыр мы не едим, поэтому мы сейчас готовим Ты можешь какой-нибудь тофу туда положить, хотя вкус, наверное, поменяется, но тем не менее Ну, да, да, с тофу А что касается наших заведений, чебоксарских, да, настолько ли богата кухня именно вегетарианской едой? Допустим, во время обеда нужно же пойти куда-то, либо с собой Кухни нет такой вегетарианской Есть небольшие кафешки, где есть фастфуд вегетарианский Вот, есть, ну, представлены фалафель, то же самое в немецких кафешках То есть, ну, в принципе, даже и в заведениях, где, как, столовая типа, где проходишь, набираешь на подносы, там тоже, в принципе, можно выбрать себе... Я там беру три вида салата, да, всяких, гречку, чечевицу, то же самое, картошку запеченную, и вполне себе хорошо Потому что вот ты сейчас сказал такой веганский или вегетарианский фастфуд, что это, с чем его, условно, едят? Тот же самый фалафель в пите, то есть, это как шаурма, только вместо мяса там фалафель А те же самые хот-доги Сейчас очень много вкусных вегетарианских сосисок, которые делаются из пшеницы в основном То есть, прям хот-дог Ты даже если попробуешь, ты его не отличишь, в принципе, он сосиска с сосиской Та же самая колбаса, вот мы сейчас заказывали колбасу вегетарианскую Состав очень хороший, то есть, там, ну, даже и ешек нет То есть, она вкусная такая, вкусная Ешки, друзья, это вот эти всякие е, которые вредят нашему организму, по мнению многих ученых А что оно такое? Кизленькое, сладенькое, солененькое, как колбаса обычная? В принципе, колбаса, это же набор специй, вкус колбасы, в принципе, это набор специй, который объединен с субстанцией мясной В принципе, то есть, повторить вкус колбасы оказалось не так сложно Слушай, а вот ты заразился каким-нибудь таким гастрономическим путешествием по миру, по веганским каким-нибудь интересным местам Где можно попробовать, например, настоящую какую-нибудь индийскую, веганскую еду или еще что-то такое В Индии я, к сожалению, пока не был, в Таиланде, в принципе, там можно покушать Но мне нравится в Стамбуле, то есть, мы были несколько раз в Стамбуле В принципе, в Европе очень распространена вегетарианская тема вся, много кафешек И там уровень, конечно, другой, настолько вкусный фалафель там, что мы сейчас ездим туда регулярно Мы так к фалафелю сейчас прицепились, а что еще интересного в этой пробу, например, что еще такого, может быть, было в поездках, что не было? Гастрономическая тема, все-таки я от нее никак не... Ну, хумус, вот, я очень люблю хумус, это тоже нутовая мусс, такой из нута С набором специй, с лимончиком Паста нутовая специальная Да, нутовая паста, очень вкусная, такая очень цветная штука Вот, так сейчас не вспомню, что еще Интересная тема, на которой мы еще обязательно пообщаемся, но чуть позже, друзья, пока небольшая пауза, далее обязательно продолжим Если вы прямо сейчас завтракаете, вам приятного аппетита Утренний гость Это национальное телевидение, это будильники И с вами по-прежнему мы, Максим Попов, Анна Голицына и наш гость, которого я еще раз с удовольствием представлю Известный видеограф нашего города, Михаил Яковлев Доброе утро Доброе утро, да Миша, у тебя есть дача, огород, как это, например, это участок, где, может быть, вы выращиваете что-то, либо в планах есть Селекционер такой, у него вырос, например, нут вот такого размера, понимаешь, такие горошины везде Я не люблю, пока я не дорос, наверное, еще не готов к тому, чтобы выращивать свое Покупаем, покупаем Но есть в планах? Нет О, хочет развивать кухню вегерскую у нас Ну, на самом деле, да, давай развивай, будем ходить, пробовать, потому что всегда гастрономически как-то интересно что-то новое попробовать Хочется задать другой вопрос Наверняка сейчас нас тут слушает, кто-то хочет этим заняться, но пока что вот в каком-то таком пограничном состоянии Давай по-честному, как преодолевать вот эти трудности, внутренние позывы, когда ты вчера ел мясо, я не знаю, отбивную вкусную, шашлык там и так далее, а сегодня ты пришел к тому, что вот ты ешь траву, ты ешь опять это нут Ну да, как понять, на правильном ли ты пути? Не в этом даже дело, как вот эти внутренние ты перебарывал? Давай вот человек, который два года уже занимается этим С этим нет особых сложностей, когда ты понимаешь, для чего это, в принципе, то есть, когда я изначально прекращал есть мясо, я понимал, что мясо, оно вредное, оно застаивается в внутренних органах И ты понимаешь, что ты делаешь это для себя, вот Дальше, когда уже отказывался от молочной продукции, от яиц, ты понимаешь, то есть у меня уже было достаточное количество информации И в голове были все эти картинки, как это все производится, как это все делается Особой сложности нет, конечно, иногда хочется сыр, сыр это такая вещь, которая, почему вегетарианцы не становятся веганами только из-за сыра В принципе, нет других никаких, сыр это он такой, у него есть наркотический эффект, то есть там морфин содержится, насколько я знаю, вот В молоке коровы содержится морфин, которым она привыкает к своему ребенку, вот И сыр, поэтому, он действительно вызывает привыкание, поэтому сыр, он всегда есть в голове, у любого вегана он даже есть Я сейчас сразу запомнил Рокки, помнишь этот мультфильм? Нет? Хорошо, ладно, извините Ну, в принципе, то есть каких-то серьезных у меня терзаний, когда сравнимо с бросанием табака, да, вот Таких нет, когда ты прям хочешь, думаешь, вот такого нет, в принципе, когда ты знаешь, для чего это, почему это Все, все заменимо А режим питания там должен быть какой-то особенный? Например, там каждые два часа надо есть определенную порцию еды Там каждый час выпивать стакан воды или еще что-то? Или это все попадает на себя? Нет, нет, надо есть когда хочется, то есть первое время, когда я только перестал есть мясо, я ел очень много То есть организм перестраивается, и он просит еще, он не понимает, что происходит, потому что привычной еды не поступает И он просит, 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 и я ел очень много, то есть вплоть до 7 раз в день я ел Вот, и потом, когда уже организм привыкает, он понимает, что и к чему Ну, уже, в принципе, так же я ем три раза в день, плюс перекусы какие-то. Да, вот интересная тема, щепетильная, много споров, вопросов, а также мифов она вызывает. И вот прямо сейчас хочется об этом поговорить, да? Будем задавать тебе вопросы, а ты будешь развеивать, а может быть подтверждать, миф это про веганство и вегетарианство или реальность? Итак, первый миф. Отказ от мяса ослабляет организм. Так ли это? Миф. При правильном питании только укрепляет организм. И вызывает малокровие. Тоже миф? Тоже миф. Я регулярно сдаю кровь, у меня все в порядке с анализами. Ну, мама, видишь, специалист-медик, поэтому... Мама специалист именно по крови у меня. А, отлично, тогда мне, конечно, полный спектр здесь идет уже. А смотри, у меня такой, наверное, прагматичный, может быть, вопрос. Быть вегетарианством слишком дорого. Это правда или нет? Зимой, да, правда. Зимой очень дорогие овощи. Но, в принципе... А летом ты уезжаешь бабушке в деревню? Нет, ну, как-то нормально справляемся. Нормально справляемся. Вегетарианство подходит только для жаркого климата? Я думаю, что, в принципе, у нас наши полосы не предназначены для жизни. Потому что зимой здесь все умирает. Я думаю, что жить надо там, где, в принципе, постоянно что-то растет. Ну, мне так кажется. То есть, конечно, у нас освоены территории, но... Да, я думаю, что нас не подходит для вегетарианства, в принципе. Поэтому, ну, шар, как говорится, земной шар круглый. Поэтому есть места, где сейчас, где зимой, лето, там выращиваются продукты. В принципе, сейчас в нашем веке проблем с этим нет. То есть, мы, в принципе, можем кушать овощи с любой точки планеты. А сезонно ты чувствуешь какие-то изменения в организме? Наступает зима, не хватает какого-то витамина? Нет такого. Отлично. Продолжаем. Продолжаем. Нет, я хотел задать вопрос. Как часто ты, может быть, едешь туда, где продолжается жизнь, где солнце, где тепло? Потому что я тоже живу от солнца, люблю солнце. И когда его нет, мне как-то не нужно. Да, стараюсь ездить раза два-три в год хотя бы. Вот это очень хорошо. Ну что же, есть такое расхожее мнение, что человек по природе хищник. Вот ты согласен с этим? Абсолютно нет. Какой же хищник? То есть, все факты указывают на то, что человек не хищник. Даже если брать по пищеварению, то длина кишечника человека, она в 7 раз длиннее длины его тела. Это как у травоядных. А у хищников у них всего в 2-3 раза длиннее. Что попало, то упало. Да, быстро проходит. И да, чтобы не задерживался там ни что-то. Нет, 100% человек травоядный. Я вам об этом убежден. Ну, еще один вопрос. Ну, в принципе, мы на него ответили. Для здоровья обязательно надо есть мясо. Но есть же и плюсы все-таки от мяса. Можем с этим согласиться. Он повышает гемоглобин в какой-то степени. Да, телятина или ковядина? Но вот как? Есть другие растительные источники повышения гемоглобина. Естественно, если кушать один рис, то из этого ничего хорошего не выйдет. Конечно, да. Питание должно быть разнообразное. Поэтому для меня в мясе ничего хорошего нет. Хорошо. Тогда я переиначу немножко, может быть, вопросы, добавлю. А как ты считаешь, современный человек ест для удовольствия или для того, чтобы выжить? В этом есть проблема. То, что люди едят для удовольствия. В этом есть определенная проблема, что людям чаще всего без разницы, каким путем это все добыто, как это делалось, в каких условиях это делалось, из чего это состоит. Я даже не говорю не о мясе, а в принципе о индустрии. Конечно, я когда нервничаю, я поел шоколадку черную какую-нибудь, и все, и мне хорошо. Да, люди едят для удовольствия. Ну, я в том числе на самом деле. То есть я тоже люблю кушать, но я уже научился готовить какие-то вкусные вещи, которые мне нравятся. Поэтому я тоже ем для удовольствия. То есть, в принципе, в рационе питания у тебя удовольствие продолжается? Конечно, конечно. Это не значит, что я пипихаю себя в траву шпинат. Нет, я просто хотел сказать, что, может быть, ты заменил удовольствие от еды каким-то другим человечеством. Нет, я также, я не горжусь этим, но я также получаю удовольствие от еды. Хотя я считаю, что на самом деле, наверное, пища это просто топливо должно быть для человека. Ну, так уж, в общем-то, нас воспитали, так в обществе принято, что мы, у нас ужин, это семейная традиция, да, прием пищи. Поэтому тут я тоже, конечно, получаю удовольствие от этого. Ну, кто на кухне главный? Есть такое разделение или там завтрак? Если я готовлю, то я не подпускаю жену к кухне вообще, меня это раздражает. Я говорю, я все, не трогай, я буду делать все от и до. Ну, я мечтаю. Две хозяйки на кухне просто не бывает, понимаешь? Поэтому, видимо, все, человек мешаться начинает. В основном, вся кухня небольшая, но там просто развернуться невозможно. Миш, ты следишь за своим питанием, следишь за продуктами, а следишь ли ты за калорийностью? Я вот как девушка, наверное, задаю вопрос, потому что в каких-то более калорийные, что-то менее калорийные, да, какие-то... Аня, ты же знаешь, он ест много зеленой пищи, а ее можно в неограниченных количествах по пирамиде питания есть. Ну, тот же самый банан, он же калорийный и картоши. Ну, и что, два банана съел и полтора часа прогулялся, нормально. И вопрос к вегану. Все эти вот сложности диетические, они отпадают. Если ты веган, то, в принципе, ты можешь себе позволить что угодно. Ну, естественно, если ты не будешь все это забивать пивом, там, есть картошку фри. Кстати, вегану можно пиво пить? В принципе, можно, но я не пью. Ну, и правильно, правильно? Да, алкоголь тоже не употребляю. Ну, и помимо здоровой и правильной пищи, наверное, еще и в физической форме мы видим хорошо. Где занимаешься, как занимаешься, что, может быть, посоветуешь тем, кто вот принял вегетарианство, веганство, да? Еще с физической нагрузкой как-то это все совмещать? Я хожу в тренажерный зал, в принципе, как и многие, бегаю в футбол, играю. Поэтому все то же самое, в принципе, все то же самое. Никаких этих КПД не потеряно? Нет, нет. При игре в футбол так же, в таком же количестве забиваешь голы, так же отнимаешь мячи и так далее. Да, бегаю еще больше, чем остальные ребята, в принципе. То есть тут в плане то, что сил меньше у вегетарианцев, конечно, это миф абсолютный. Миш, ты не только веган, но еще и известный свадебный видеограф в нашем городе. Как молодожены вообще воспринимают тому, что ты не только снимаешь, но еще и ведешь вот такой образ жизни? Может, кто-то на твоем примере подтягивается к тебе? Потому что наверняка все равно дружеские какие-то отношения остаются после свадьбы. Какие-то, может быть, интересные примеры были? Да, люди сейчас уже очень адекватно воспринимают мотивопитание. И даже на банкетах заказывают мне специальное меню, интересуются, что мне может, что нельзя, что заказать. Сейчас уже очень прислушиваются к этому. А может быть, последовало кто-то примеру такому? Я вот о конкретных примерах не знаю, но люди интересуются, это уже хорошо. Мне нравится, что, в принципе, человек подошел, спросил. Наверное, потом он зайдет в интернет, что-то почитает для себя, может быть, отметит. Чем вдохновляешься? Где твой источник вдохновения? Потому что это все-таки творческая работа, как-никак. Куда ездишь? Что смотришь? Стараюсь много путешествовать, стараюсь читать книжки и, в принципе, делать свою работу. Скажи честно, смотришь ли фильмы про еду? Какие-то, может быть, документальные, либо художественные? Нет, сейчас не смотрю, потому что в большей степени еда для меня уже традиционная, кухня, так сказать, да, она уже для меня имеет неприглядный вид, мне неприятно на это смотреть, в принципе. Интересно. То есть ты по-другому начинаешь воспринимать кусок мяса в тарелке, ты его смотришь не как еду, а как часть тела животного. Немножко по-другому начинаешь смотреть на это. А мне после таких фильмов хочется готовить и чем-то удивлять. Ну, вот все по-разному. Ну, в любом случае, Миш, мы тебя поздравляем. Сегодня с этим праздником все-таки международный день вегана. И чтобы твоя жизнь действительно была ярче с каждым днем, с каждым твоим творческим каким-то проектом. Спасибо большое, что сегодня ты пришел к нам, поведал об этом. Я даже назвала это искусство, вегетарианство, веганство. Поэтому огромное спасибо, удачи, успехов и пусть все будет хорошо. Друзья, наше утро продолжается прямо сейчас. Сейчас вашему вниманию предлагается еще один лайфхак. Как правильно погладить рубашку. Ты умеешь это делать? Конечно, я же жена. Отлично! Смотрим, учимся.